Следующий хадис это Аль-Хадису Ас-Тамину Ашар Ау-Ас-Тамину Ашар, точнее, 18-й хадис 18-й хадис У кого 18-й хадис? Если Ан приходит, то Каля не говорят Это с точки зрения терминологии хадиса Тирмиди известен тем, что он делает ахкамы Но не все ахкамы Тирмиди, то есть, как говорится, мусаляма, то есть, соглашаются с ними, то есть, ученые по хадису Почему? Потому что у него была своя определенная терминология Своя определенная, и он один из первых, кто ввел терминологию хасан И из его терминологии, что он говорит хасанун сахих Хороший и достоверный хадис Более 13 мнений, что значит у него хасанун сахих Писались целые докторские диссертации Что даже некоторые ученые говорили, что я желал бы войти в рай Чтобы увидеть там имама Тирмиди и спросить, что он подразумевал под хасан сахих В любом случае Хадис Абу Дзарра Хорошо был один из тех, кто, то есть, один из первых принявших ислам То есть, очень рано принял ислам И он, то есть, известен тем, что он первый, кто То есть, хайя расуляллах и битахият и лислам Который, то есть, поприветствовал посланника алей с отцом Приветствием ислама Как это приводит имам муслим, когда, то есть, Абу Дзар говорил Я первый, кто поприветствовал посланника Аллаха, салам, приветствием ислам И был, то есть, известным аскетом Известным аскетом, хорошо, и знатоком шариата Умер он в 32-м году по хиджри Что касается Абу Абдурахмана, Муаза ибн Джабаля Это Муаза ибн Джабаль ибн Амр, аль-Ансарь, аль-Хазраджи Хорошо, радаиллаху ану, известный, известный из имамов Из ученых, сподвижников, даже в некоторых хадисах пришло То есть, что он самый великий знаток этой общины Дозволенном и запретном, то есть, знает халяль, харам И он был, то есть, присутствовал, хорошо, то есть, давал присягу При Акаба, когда, то есть, сподвижники, то есть, из Медины Хорошо, то есть, присягнули посланнику Аллаху, салаллаху, алей-васалям Умер он, в каком году по хиджри? В 18-м году по хиджри Он умер, и он не застал посланника Али-Сарадзам Порок Али-Сарадзам, когда его отправлял в Шам, по-моему, если я не ошибаюсь Или же в Йемен, по-моему, когда в Шам отправлял Потому что ближе к смерти пророка Али-Сарадзам В Шам отправил, или же после смерти пророка Али-Сарадзам В любом случае, когда отправлял его то ли в Йемен По-моему, в Йемен, да, в Йемен Потому что он вначале, то есть, отправил его сам посланник Али-Сарадзам в Йемен затем же мат был в шами был в дамаске в любом случае когда отправлял ему сказал ему что что наверное мы с тобой больше не встретимся то есть имелось ввиду что что то есть посланник алиса самолет до того как вернется амаи мой действительно вернулся до того как до того как умер послание коласа данного ориуса ой после после да после того как умер послание карьеса То есть я имел в виду, что пророк Али Саин умер до того, как пришел, хорошо, то есть мать, рады и Аллаху Али. Передавали они хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейкум, что он сказал, «Итта кыльдага хайфу макунт» — «Где бы и когда бы ты ни был, бойся Всевышнего Аллаха». «И если ты совершил грех, то соверши за ним благое дело, которое сотрет с собой этот грех». «И обращайся с людьми с благими нравами». То есть обращайся с людьми хорошо, по-благому. Говорит, то есть передал этот хадис имама Тирмиди и сказал, что, то есть хороший хадис, в некоторых же версиях, то есть также сказал Хасан-ан-Сахи, хороший, достоверный хадис. Что значит в некоторых версиях и так далее. Имама Тирмиди рассказывал эти хадисы не один раз. И разные ученики хорошо брали у него и было. Поэтому Тирмиди — это самая тяжелая в этом вопросе книга из шести сборников. Потому что там зависит от того, какая именно рукопись попалась тому, кто тебе донес вот эту книгу и так далее. Поэтому несколько книг и разнятся. Даже иногда бывает слова разнятся. Хадисы в разных местах и так далее и тому подобное. Или же Ахкамы. То есть хадис где-то сказал Хасан, где-то сказал Хасан-Гариб, где-то сказал Хасан-Сахи. Хасан-ан-Сахи-ан-Гариб и так далее. Хорошо. То есть вот что значит Фибаад-ан-Нусах. То есть таким-то образом. Потому что передавалась эта книга. Много кто записал от него. Затем еще раз много кто записал и так далее. И каждый передавал свою запись. Говорит шейх, толкует этот хадис. Это хадис. То есть это великое наставление, увещевание, которое содержит в себе права Всевышнего Аллаха, а также права его рабов. Аллах Субханахуа Тааля сказал То есть уже были, то есть мы увещевали тех, кто были до вас, из тех, кому было дано Писание, и также вас самих, чтобы вы боялись Всевышнего Аллаха Субханахуа Тааля. То есть бойтесь Всевышнего Аллаха Субханахуа Тааля. Что такое? То есть богобоязненность. Это подчинение Аллаху Субханахуа Тааля, выполняя его приказы и отстраняясь от его запретов. И из лучших толкований слова «таква» это то, что сказал Талк ибн Хабиб. Талк ибн Хабиб сказал Что такое богобоязненность, говорит? Это совершение, то есть или же подчинение, или же совершение деяний в подчинении Аллаху Субханахуа Тааля на основании света от Всевышнего Аллаха Субханахуа Тааля, на основании нура, желая этим самым награду от Всевышнего Аллаха Субханахуа Тааля. пользуясь светом от Всевышнего Аллаха, боясь его наказания. То есть, аля нур имен Аллах, это что такое? Знание. То есть, это знание, или же, то есть, облегчение, тавфик от Всевышнего Аллаха, и так далее. Ибн Масуд, радаиллаху ангу, по отношению к словам, то есть, или же, толкуя слова Всевышнего Аллаха, о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, должным образом, хорошо сказал, что это такое, то есть, как бояться Аллаха, должным образом. Чтобы человек подчинялся Аллаху, и не ослушался его, поминал его, и не забывал о нем, и благодарил его, и не проявлял, то есть, неверия по отношению к тому, что он, то есть, не спасал с милостью, или же, то есть, не проявлял неблагодарности. То есть, Умар, радаиллаху ангу, написал своему сыну Абдуллаху, то есть, радаиллаху ангу, сказал ему, А затем, говорит, я заповедую тебе бояться Всевышнего Аллаха, Говорит, потому что тот, кто будет бояться Всевышнего Аллаха, говорит, то есть, некоторым, то есть, из числа таби'инов, когда они были на смертном адре, сказали, дай нам, то есть, завещание, заповедуй нам что-то, то есть, завещай нам что-то, и он сказал, Говорит, я завещаю вам, то есть, концовку суры ан-нахль, то есть, последний аят из суры ан-нахль, поясни Аллаху, с богобоязненными, и с теми, кто, то есть, проявляет благочестие. Шуаба, говорил, тамам, то есть, Шуаба ибн الحجاج, то есть, Шуаба говорит, то есть, Шуаба, кто такой? Шуаба ибн الحجاج, ас-сакфир, не сакфир, то есть, Шуаба ибн الحجاج, хорошо, то есть, Ма'руф, то есть, из ученых, великих, и это единственный Шуаба, который является достоверным в шести сборниках, то есть, он фика, без никакого сомнения. Шуаба был из самых-самых-самых жестких имамов по отношению к тем, кто, то есть, делает такую вещь, как тадлис, не упоминает некоторых шейхов, хорошо, чтобы, то есть, по разным причинам и так далее, говорил, что это хуже, чем ложь. Говорит, кушать мертвичину мне приятнее, чем делать тадлис. И вместе с этим некоторые сказали, что у него есть тадлис, но это ложь, это неправда. Шуаба, то есть, известный имам, известный имам-передатчик Шуаба. Он говорил, когда я собирался куда-то, то есть, отправиться, я говорил, хакаму, то есть, нуждаешься ли ты в чем-то, и он говорил, я говорил, то есть, завещаю тебе то, то есть, или же, послушай, то есть, я завещаю тебе то, что завещал посланник, алейхи салам, то есть, бойся, там, дальше шейх будет приводить, нам, иншалла придем. То есть, слова посланника, алейхи салам, то есть, бойся, Аллах, где бы и когда бы ты ни был, то есть, как скрыто, так и явно, то есть, так, когда ты остаешься наедине с собой, так же, когда ты с людьми, во фи хадисе абит Туфейли ан Муад, то есть, хадис абит Туфейли от Муада, рада и Аллаху Анну, что он говорил, истахи мин Аллахи, истихия а роджулин, ви хейбатин мин каумик, то есть, говорит, стесняйся Всевышнего Аллаха, Субханного Тааля, подобно тому, как ты стесняешься какого-то уважаемого человека в своем народе. Согласись, в каждом из вас, в каждом из вас есть, там, дед, например, или же какой-то аксакал, взрослый мужчина, либо же на районе вашем, либо на улице, либо в поселке, либо в городе, либо в вашем семействе и так далее, тот человек, перед которым ты себе никогда, никогда не позволишь хорошо что-то как-то делать и так далее, и тому подобное. Так или не так? И поэтому, то есть, говорит, что, то есть, приводит пример, что, то есть, стесняйся перед Аллахом, Субханного Тааля, так, как ты стесняешься перед Ним. Вот ты же перед Ним никогда себе не позволишь что-то хорошо, то есть, не допустишь то же самое и перед Всевышним Аллахом, Субхану Талли, и тем более. «Ведь Аллах, Субхану Талли, сказал, «Ваттеку Аллах, ладзи тасаалуна бихи вал архам, инна Аллаха кана алейкум ракиба». То есть бойтесь Всевышнего Аллаха, Субхану Талли, через которого вы просите друг друга, а также бойтесь порывания родственных связей, ведь поистине Всевышний Аллах, Субхану Талли, наблюдает за вами. «Ва кана бааду с салифи, якулю ли асхабихи, захадана Аллаху, ва иякум фил харами, зухда ман кадира алейхи фил халвати, фаалима анна Аллаха яраху, фа таракахум мин хашетий». «Наам», говорит, то есть некоторые салифы сказали своим близким, просим Аллаха, Субхану Талли, чтобы Аллах отдалил вас, или же сделал нежелаемым для вас совершение харама, таким образом, как тот, который остался наедине и зная, что Всевышний Аллах, Субхану Талли, видит его, боясь Всевышнего Аллаха, Субхану Талли, оставил этот грех. «Равада раджулюн а'рабиятан, ва каля ла ха», то есть как-то один бедуин, то есть остался наедине с бедуинкой, хорошо, то есть ночью, где-то в пустыне, и сказал ей, «Ма ирана илляль кавакиб», «Нас видят только звезды». «А где же тот, кто возвысил, или же возвеличил, или же создал эти звезды?» «Ва каанал имаму Ахмаду юншид», и говорил часто имам Ахмад, «Иза ма халавта аддагра йоман, фала тякуль халавту, ва лакин кул алейя ракибу, ва ла тахсабанна Аллаха ягфулю са'атан, ва ла анна ма яхфа алейх ягибу». «Когда бы ты не остался наедине в какое-либо время и так далее, то есть не говори никогда «я остался наедине», но скажи «за мной наблюдает Всевышний Аллах». И не думай, что Всевышний Аллах хотя бы какое-то мгновение не знает или же пребывает в забвении, и не думай, что то, что скрыл ты, думая, что ты скрыл от Всевышнего Аллаха, действительно скроется от него. То есть или же что скрытое не видит Всевышний Аллах. И Муаз, он выполнил это завещание пророка. Ведь как-то раз Умар отправил его для какого-то дела, и он отправился или же пришел, и у него не было ничего. И его жена поругала его. Говорит, когда жена его поругала, мол, ты отправился, тебя правитель отправил и так далее, почему ты не попросил у него, почему у тебя нет ничего и так далее, он сказал, то есть было то, что давило на меня, и я не мог взять ничего. То есть я не смог взять ничего. А жена же его подумала, что, что Умар отправил вместе с ним какого-то человека, который наблюдал бы за ним, и потом ругалась на Умара среди людей. Говорил, что вот Умар взял, вот моему мужу так сделал, не смог он ничего заработать и так далее. В этом указании у нас, братья, насколько важно хорошо остерегаться общего имущества. То есть Аммалюль Амма это называется, общий имущество. Даже, братья, в странах неверующих, люди, которые себе делают ненастоящие пенсионные документы, получают какие-то выплаты, которые он на самом деле не имеет права получать, и тем самым он ворует их у других. То есть ты как будто бы тот же самый человек, который зашел в дом к пенсионеру и своровал у него эти деньги. Ты не своровал эти деньги у государства. Ты своровал эти деньги у другого, который имел право на них, но не получит из-за тебя. Когда ты себе оформляешь ненастоящую инвалидность и так далее, ты этим самым у инвалида, который заслуживает эти деньги, хорошо, которому полагается этот день, ты забрал эти деньги у него. И Всевышний Аллах, субханаллах, поставит его перед тобой в судный день. И ты ответишь за это. Посмотрите, поэтому Муаз, ради Аллаху, который, то есть Умара, если бы он попросил о чем угодно, Умар бы ему дал. Муазу не дать, субханаллах, Умар, хорошо. И вместе с этим, как он бережно относился к этому. То есть после того, как ты совершишь грех, соверши обязательно такое благое дело, которое, то есть, сотрет этот грех. Всевышний Аллах, субханаллах, говорит, и выстаивай молитву, то есть днем, хорошо, то есть днем и посреди ночи поистине благие деяния стирают или же уносят скверные деяния. И поистине в этом напоминание тем, кто понимает и принимает напоминание. Имам Аль-Бухари и Муслим передали хадисы Ибну Мас'уда, радаи Аллаху, То есть человек один сказал, что он поцеловал женщину. В некоторых версиях, что он сделал с ней все, кроме того, что он не совершил с ней прелюбодеяния. В некоторых версиях, в алияту Беля, говорится, что эта женщина была женой одного из тех, кто отправился на джигад. И этот человек сказал ему, то есть проследи за моей семьей. И он сделал таким образом, то есть он поцеловал эту его жену и затем, субханаллах, раскаялся с больным, страшным, то есть с болезнью такой, со слезами и так далее. Пришел к пророку алейху, сказал о том, что он сделал и так далее. И пророк Алей Салат Салам ему ничего не сказал, пока не был, не спослал ему этот аят. То есть после того, как он помолился и так далее, пророк Алей Салат Салам спросил, помолился ли ты с нами и так далее, и так далее. То есть совершил ли ты такое деяние и так далее. Пророк Алей Салат Салам прочитал ему этот аят. И этот человек спросил, это только для меня. И пророк Алей Салат Салам сказал, это для всех людей. Это для всех людей. То есть человек, который совершил какой-то грех, ему надлежит что? покаяться перед Аллахом совершать много благих дел, которые сотрут этот грех. И не думай, что это легко, что тот грех, который ты совершил хорошо и дозволил для себя, что это что-то легкое. Поэтому посмотрите на Аишу, которая дала обет, что не будет разговаривать со своим племянником, с Урвы и Зубайром, он не был сподвижником, он был Таби'ином. И когда она с ним заговорила, то есть обет, что тебе нужно сделать, либо же отпустить раба, либо же что, десятерых обедняков накормить, либо же десятерых одеть, или же пропаститься три поста, если ты не способен на это. И она что, сорок рабов отпустила. И говорила что, поистине обет это тяжелая вещь. То есть Всевышний Аллах говорит тебе, что один раб, все, твой обет, неопрощен. Или же если у тебя нет рабов, точнее нет, или же раб, или же десятерых накормить, или же десятерых одеть. Если же у тебя нет на это возможности, что ты делаешь? Просто, то есть постишься три дня. Все, то есть больше на тебе ничего нет. И этот грех, как будто бы его не было. Сорок раз, то есть в сорок раз больше она сделала, и все равно говорит поистине, то есть боялась еще что? Что все равно, то есть это ей, то есть аукнется и так далее. В Аллаху мустаан. Ибн Аль-Мубарак говорил, то есть Что такое, то есть благой нрав. Говорил. Что это такое? То есть это, то есть басту львадж, это во-первых, то есть улыбка. Также басту львадж имеется в виду, что ты, то есть принимаешь, как иншираху садр, что ты каждого принимаешь с открытой душой. Хорошо. То есть также говорит То есть и давать благое, то есть делать благое людям, неважно финансово и так далее, помогать чем-то. То есть не совершать ничего плохого по отношению к ним. То есть не докучать им, не вредить им. Пророк Алей-Сарату Ассалям сказал Самые полноценные верующие в своей вере, это те, которые обладают благим нравом. То есть наилучшим нравом из них. Самый лучший нрав, самая лучшая вера. Посланник Алей-Сарату Ассалям сказал Нет ничего тяжелее из того, что кладется, то есть в весы человека, в судный день, чем благой нрав. И поистине человек своим благим нравом получает степень того, кто молится и постится. В некоторых версиях приходится То есть достигает этим степени того, кто каждую ночь молится и каждый день постится. То есть эту степень он получает чем? Благим нравом. Просто своим благим нравом. Посланник Алей-Сарату Ассалям также сказал Я вижу, что ты уединился. И он сказал О Аллах, поясни я, то есть О Господь миров, я, то есть ради тебя я оставил всех людей. То есть говорит О Дауд, не сообщить мне о тебе о том, то есть как не потерять ни людей и достичь моего блага, то есть моего довольства. Говорит, относись по-благому, то есть с хорошими нравами к людям и что касается имана, то есть пусть вера твоя будет между мной и тобой. То есть имеется в виду веру и продолжай веровать и совершать благие дела. Некоторые сказали Некоторые салфы имеются в виду три вещи очень великие и тяжелые. Говорит, то есть благое лицо, имеется в виду, то есть благое лицо чаще всего опять же имеется в виду, что то есть открытое сердце имеется в виду, или же помощь, или же давать, то есть хорошо, то есть направо, налево, то есть расходовать и так далее. Вот что знаешь, хуснульвадж, то есть маасияна, то есть в безопасности, что ты потом не припомнишь человеку, я тебе сделал, я тебе давал и так далее. И благой нрав с религиозностью. То есть это не благой нрав показной на людях, что ты вот такой молодец и так далее. Нет. Это благой нрав, который исходит от сердца. То есть ты благой как вместе с ним, так и за спиной. Некоторые благие с собой, но как только отворачиваются, только и делают, что кушают твое мясо. И также, что хуснуль и хайма амана, то есть благое братство, благое братство с чем? То есть с аманатом, то есть с сохранением хорошо вверенного. То есть когда человек не нарушает аманат, не нарушает то, что ты ему верил и так далее. И посланник Аллаху, сказал Аллаху, это три вещи. Тот, кто обрывает с тобой связь, не желает с тобой связи, ты поддерживай с ним связь. Говорит тот, кто хорошо, то есть не дает тебе, ты давай ему, если ему нужно. И также, то есть прости того, кто делает тебе какой-то вред, дзульм и так далее, несправедливость. Говорит Всевышний Аллаху, «Ва кадвасаф Аллаху аль-Муттақина фи китаби бимитли ва ма вассабихин набию салла Аллаху алейсалям фи хазал хадит». Всевышний Аллах, субханнаху ва тааля, описал богобоязнных тем, то есть в своей книге, тем, что, то есть заповедовался посланник Аллаху алейсалам в этом хадисе, сказав, говорит, «Стремитесь к прощению вашего Господа и к Раю, широта которого небеса и земли нам, или же земля, и она, то есть этот рай приготовлен хорошо для богобоязнных». говорит, «Это кто?» «Это те, которые делают пожертвования и в радости, и в горе, то есть когда у них есть, когда у них нет». Также которые сдерживают свой гнев и прощают людей и Аллах, субханнаху ва тааля, любит благочестивых. Говорит Всевышний Аллах, субханнаху ва тааля, то есть это те, которые совершив какой-то мерзкий поступок или же поступив несправедливо по отношению к самим себе, они что делают? Они сразу просят прощения за свой грех и кто же прощает грехи кроме Всевышнего Аллаха, субханнаху ва тааля? И они, то есть не упорствуют в том, что они совершают, то есть в этих грехах, зная это, то есть не упорствуют в этих грехах, не каясь и так далее. «Уляика джазауум магфиратум мирраббихим ва джаннату ва джаннатун таджирим мин тахтия лангару халидина фига ва ниамма аджруль амирин», говорит Всевышний Аллах, субханнаху ва тааля. Воздаянием этих людей будет что? Прощение от их Господа. И райские сады, под которыми будут течь реки, и они будут в них навечно, и это, говорит, прекрасное, то есть воздаяние тем, кто совершает деяние. Здесь указание на то, что воздаяние будет что? По деяниям, не просто по словам, мечтам и так далее. И это указывает нам на то, что из имана это что? Совершение деяний. Совершение деяний из имана. Это что касается толкования этого хадиса. Прежде чем перейти к пользам, хотел бы дополнить несколькими передачами от саляхов, то есть интересные передачи, которые посчитал, были бы очень уместны. Во-первых, что касается богобоязненности, что такое таква, был спрошен Абу Гурейра, что же такое богобоязненность. И он сказал, когда-нибудь ходил ли ты по такому пути, по такой дороге, где есть что? Колючки. На полу колючки лежат. Или же можно, то есть, может мы по колючкам с вами в пустыне не ходили, грязь, например, на улице, грязь лежит. Говорит, да. И он сказал, и что ты делал, когда шел по этой дороге? Он сказал, когда я видел какую-то колючку, я либо что, перешагивал ее, либо же шагал до нее, если я хорошо, или же обходил ее. И сказал Абу Гурейра, это и есть богобоязненность. Это и есть богобоязненность. Когда ты видишь грех, ты либо останавливаешься перед этим грехом, либо же перешагиваешь этот грех, либо же обходишь этот грех стороной. Вот это богобоязненность для того, кто хочет понять, что такое богобоязненность. Имам Аш-Шафия, Ай-Рахима Аллах, говорил, Аз-Зу-Л-Аш-Я-И-Т-А-Л-А-Т-Три вещи, самые тяжелые для человека. Аль-Джуду Мин-Килля, быть щедрым, когда у тебя мало, у самого мало. Валь-Вара'а фи-Халва, то есть проявлять аскетизм и богобоязненность, когда ты остаешься наедине с собой. Или же говорить истину у того человека, перед которым ты заискиваешь, или же которого ты боишься. Или же которого ты боишься. То есть какой-то бизнесмен, он вложился в какое-то запретное дело, или же совершает что-то запретное. Но ты надеешься, что он тебе чем-то помогает, и так далее, он тебя спонсирует, и так далее. И ты стесняешься говорить перед ним правду, истину, и так далее, и тому подобное. Или же какой-то, то есть главный в вашей местности, и так далее, и ты боишься, что он тебе там что-то скажет. Или же еще какой-то человек управляющий думает, что тебя из мечети выгонит, и так далее, и тому подобное. Если ты скажешь ему то, что является правильным, и так далее, исправишь его, и так далее. Хорошо, то есть это очень тяжело. Или же наоборот, тот, кого ты боишься. Очень великие слова, это слова Джунейда, рахимахуллах. Его спросили, то есть откуда мне взять помощь, поддержку, или же чем мне руководствоваться, чтобы потуплять свой взор. И он сказал, Говорит, тебе облегчит потуплять свой взор то, что ты понимаешь, что Всевышний Аллах, Субхан Таля, увидит тебя раньше, чем ты увидишь то, что желаешь увидеть из запретного. То есть, когда ты хочешь посмотреть на что-то запретное, знай, что Аллах, Субхан Таля, увидит тебя раньше, чем ты посмотришь на это запретное. Всевышний Аллах, Субхан Таля, знает, что ты делаешь. Аллаху и Устан. Ибн Раджаб говорил, то, что, то есть, в общем, можно сказать про богобоязненность, которая именно, то есть, в скрытом, когда человека никто не видит, и он тогда проявляет богобоязненность, говорит, у этого большой след в сердцах верующих. Такого человека начинают любить верующие. Тот, кто боится Всевышнего Аллах, Субхан Таля, наедине, этот человек всегда описан тем, что его любят другие люди. Аллах, Субхан Таля, поселяет любовь к этому человеку в людях, то есть, в других людях. Абуд Дарда, Раджаб Лану, говорил, Лияттаки Ахадукум Антал Аннаху Кулубу Муменина Ваху Аля Яш'ор. Пусть остерегается один из вас, чтобы его проклинали сердца верующих, в то время как он даже этого не чувствует. То есть, когда он остается наедине, он совершается, то есть, грехи отслушается Всевышнего Аллаха, Субхан Таля. И Аллах, Субхан Таля, делает так, что его ненавидят сердца верующих, то есть, верующие начинают его ненавидеть. Говорит, что человек бывает так, что совершает грех скрытно, и никто его не видит, и когда наступает утро, на нем бывает позор от этого греха. Так же говорили Хасну Аль-Басри, Рахима Голлах. Говорит, почему один из нас не стесняется, совершая какой-то грех, просит у Всевышнего Аллаха, Субхан Таля, прощения, затем снова совершает грех, и затем снова просит у Аллаха, Субхан Таля, прощения, и снова совершает этот грех. И Хасан сказал, О, как бы желал бы шайтан победить, то есть, победить вас вот этим, чтобы вы действительно перестали просить прощения у Всевышнего Аллаха, Субхан Таля. Ни в коем случае не уставайте просить у Всевышнего Аллаха, Субхан Таля, прощения. Поэтому, знай у Раба Аллаха, каждый раз, когда ты грешишь, если ты не просишь у Аллаха, Субхан Таля, прощения, у ти тамин у раек, то есть, тогда к тебе уже подобрался шайтан. То есть, каждый раз, когда ты совершаешь грех и просишь у Аллаха, Субхан Таля, прощения, ты на правильном пути, ты на верном пути. Ты просишь у Аллаха, Субхан Таля, прощения, ты каешься за свой грех. когда же ты скажешь, либо же, самое страшное, это когда человек уже не чувствует запах этого греха и думает, а, подумаешь, подумаешь Аллах спан Таре, прощаешь, это самое страшное но если же человек думает, что какой же я скверный, как я могу просить упрощения, прощения у Аллах спан Таре и возвращаться к этому греху, то знай, что шайтан радуется этому больше всего наоборот, нужно что? совершать это, то есть если человек совершает грех какой-то просить Аллах спан Таре прощения каждый раз и стремиться никогда не возвращаться к этому греху, но ты человек ты в любом случае вернешься. И, братья, есть удивительнейший хадис, который я очень не хотел бы, чтобы для кого-то открывал дверь к чему-то, то есть к грехам, потому что этот хадис для того человека, хорошо который, совершая грехи, прося прощения Всевышнего Аллаха, отчаялся в милости Аллаха. Вот для этого человека этот хадис. Этот хадис не для того человека, который желал бы совершать грехи, но не находит себе оправдания. Посланник Аллаха сказал, этот шейх Аль-Баин приводит этот хадис, говорит о том, что Всевышний Аллах увидел своего раба, который совершил грех и попросил у него прощения, и сказал, что простите ему. Затем еще раз совершил грех и сказал, что больше не совершит, затем опять совершил. Аллах снова его простил. И так постоянно, пока Всевышний Аллах не скажет, пока Всевышний Аллах не скажет, я простил ему этот и все, что он совершит после этого. Малик Ибн Динар Рахима Аллах говорил, «Аль-Букау аляль-Хатияти, яхутту аль-Хатаяка, яхутту аль-Риху, аль-Варак аль-Ябис». Человек, который плачет за свои грехи, этим самым, то есть его грехи спадают с него, подобно тому, как ветер хорошо сдувает сухие листья с дерева. Подобно тому, как ветер сдувает сухие листья с дерева. То есть имеется в виду, что когда человек остается наедине и хорошо плачет, оплакивает свои грехи и так далее. Если человек, у него черт в твое сердце, он не умеет плакать хорошо, то Абу Баккар, ради Аллаху, он говорил, «Иб куфа иллям тастаты офа табаку». То есть либо плачьте, если же вы не можете плакать, то старайтесь, выдавливайте из себя плач. Выдавливайте из себя плач где? Где, когда ты остаешься один, наедине со своим Господом, хорошо ночью, в последнюю третью часть ночи, например, ну вот не выходят из тебя слезы. Нет, унижайся перед Всевышним Аллахом, субханаху, плачь, проявляй, то есть хорошо, то есть инкисар, чтобы ты хорошо, то есть поди перед Аллахом, субханаху, ва-та-аля. Сальман, рахима Аллах, говорил... Сальман, рахима Аллах, говорил такие великие слова. Говорит, бережно относитесь к этим пяти молитвам, бережно относитесь к этим пяти молитвам, то есть выполняйте их в джамаате, выполняйте их должным образом, ведь поистине они, то есть, являются причиной прощения или же лечения этих ран до тех пор, пока ты не умрешь. То есть пока человек не выйдет из ислама, или же действительно не умрет. Хорошо, то есть эти молитвы, они что? Они являются причиной прощения грехов. Ибн Мас'уд, рады Аллаху, говорил... То есть верующий человек видит свои грехи таким образом, что как будто бы над ним гора, которая вот-вот на него упадет. Как он будет бояться? Будет бояться каждого шороха, так или не так. Что касается грешника, говорит... Что касается грешника, говорит, для него его грехи подобны мошке, которая подлетела к его носу, и он сделал вот так вот. То есть подумаешь грех, подумаешь грех, так или не так. Аллаху, Мас'уд. Хасан, Рахима, Уллах, говорил... Говорит, я застал таких людей, которые, если бы они... То есть гору золота бы на пути Аллаха, субхану Таля, израсходовали бы, они бы не чувствовали себя в безопасности. Почему? Потому что они так сильно бояли своих грехов. Ибн Уаун, Рахима, Уллах, говорил... Говорил, не... То есть не чувствуй себя в безопасности из-за большого количества деяний. Ведь поистине ты не знаешь, будет ли это от тебя принято или нет. И ни в коем случае не чувствуй себя в безопасности от твоих грехов, ведь ты не знаешь, они прощены тебе или же нет. Поистине все твои деяния скрыты от тебя, то есть на этом свете. И ты не узнаешь, пока не пристанешь перед своим Господом. Аллаху, Мас'уд. Просим Аллаха, субхану Таля, простить нам наши грехи и сделать нас лучше. Нам. Польза этого хадиса... Польза этого хадиса... Первое. То есть явное указание на достоинство Абу Дзарра и Муада. Мы сказали Абу Дзарр. Как его зовут? Джундум ибн Джинада Аль-Гифари. Ради Аллаху Ангу. Муада, да. То есть Муада ибн Джабаль. То есть Абу Абду Рахман Аль-Ансар Аль-Хазараджи. Вторая польза. То есть совершенство, или же то, что посланник Аль-Хазараджи был совершенен в искренности и в искреннем донесении советов и увещеваний для этой общины. То есть или же полная искренность посланника Аль-Хазараджи по отношению к своей общине. Третья польза. Что богобоязненность, она не связана с определенным местом или же с определенным временем. То есть нет такого, что в мечети боимся Всевышнего Аллаха, вышли из мечети, все. Или же в Мекке на умре боимся Всевышнего Аллаха, вернулись в страну, все. Нет. Четвертое. Указание, что основа из всех шариатских постановлений, кроме каких-то определенных исключений, что они касаются каждой страны, каждого места. Нет такого, что в моей стране этот шариатский текст не действует и так далее и тому подобное. Кроме тех, естественно, шариатских постановлений, которые пришли по определенное место, время и так далее и тому подобное. Пятое. Указание на то, что прав бывает три вида. Права бывают трех видов. Права Аллаха, права твоей души на тебя и права людей. Где указание на это? В хадисе где? Да, первое. Бойся Аллаха, это право Аллаху. Затем что? То есть после того, как совершил грех, совершил благое дело. Для чего это делается? Право кого? Право твоей души на тебя. Затем хорошо, благо было, то есть по благочестивому относиться к людям. Это что? Права людей. Права людей на тебя. На. Что раб всегда между чем? Между благочестием и каким-то грехом. То есть человек всегда совершает благие дела и обязательно совершает грехи. Совершает благие дела и совершает грехи. Он постоянно хорошо крутится между этим. И поэтому посланник, алейсалату ассалам, сказал Куллю бани Адама хатта. Вахайра лхаттаина аттаввабун. Сказал каждый раб, то есть или же каждый сын Адама постоянно-постоянно ошибается, грешит. И лучший из этих постоянно ошибающих и грешащих, это кто? Те, кто постоянно возвращаются к Аллаху Субхану, и каются перед Всевышним Аллахом Субхану Хуа Та'Алле. Седьмое. Аль хатту аля макарим и лахлях. То есть здесь побуждение к прекрасным нравам. Восьмое. Камалю шария. Восьмое. Совершенство шариата. Девятое. Рахматуллахи вафадлюху аля аибады. То есть милость Аллаха Субхану Хуа Та'Аля по отношению к своим рабам. Где это? Где указание? Тамхуга. Тамхуга. То есть соверши благое дело после греха, который сотрет это скверное дело. Десятое. Муракабатуллахи фессирриваль аляния. Что человек должен всегда знать о том, что видит его Аллах Субхану Хуа Та'Аля. Как когда он остался наедине, так же как он, когда он явно среди людей и так далее. Одиннадцатое. Анналь хасанат юдгибна сайиат. Указание на то, что благие дела стирают скверные. Двенадцатое. Указание здесь на то, что благие нравы, они также будут на весах благих дел. Или же скверных дел, если они будут скверными нравами. И мы сказали, приводили хадис какой, что посланник Али Салату сам сказал, что самое тяжелое, что будет в весах благих дел на судный день, это что? Благой нрав. Что это будет благой нрав. То, что благие нравы, они будут также взвешены. Нравы будут также взвешены. Тринадцатое. «Кад тамху л-хасанату л-кабирату хатталь кабаира ва аслю л-хадифи фис-сагайр». То есть, несмотря на то, что основа хадиса, что прощаются посредством благих дел грехи, имеется в виду малые грехи, хорошо, но вместе с этим бывают такие прекрасные дела, которые стирают с собой даже большие грехи. Как, например, что? Как хадж, например. Хадж стирает хорошо губительные грехи кабаир, если человек совершил хадж мабрур, благочестивый хадж. Также, когда человек бросает камешки на джамарате, также этим самым он стирает себя большие грехи. Или же совершил что-то, после чего уже даже его большие грехи будут стерты. Как ухтман, когда он выкупил би-рурума, то есть выкупил он хорошо тот колодец, и сделал его вакфом для мусульман, чтобы мусульмане пили оттуда воду сколько пожелать. Что сказал посланник Али Салат Усам? Малдарра Усмана мафа'ля бадалиум. После сегодняшнего дня Усман, что бы ни сделал, ничто ему уже не навредит. Ничто ему уже не навредит, сказал. Участники битвы при Бадре Ахсанд, посланник Али Салат Усам, сказал, что Всевышний Аллах посмотрел на них и сказал, делайте, что пожелайте, я вам все простил. То есть это должно быть действительно, как, например, помните, то, что вам рассказывал хадис, то есть блудница, которая напоила кошку и так далее. Значит, было что-то в ее сердце, что-то явилось очищением для ее сердца, прощением грехов и так далее. Если человек, раб Аллах Субханна Хуа Тааля, выполнит вот эту заповедь посланника Али Салату Ассалам, действительно, то есть явит ее в жизнь, то этим самым он хорошо выполнит весь шариат. Этим самым он выполнит. Потому что весь шариат хорошо содержится здесь. Бойся Аллах Субханна Хуа Тааля, где бы ты и когда бы ты ни был. То есть выполняя все то, что является богобоятельностью, оставляя все то, что вредит тебе. И если же все-таки ты совершил то, что тебе вредит, соверши после этого благое дело, которое сотрет этого, и с людьми относись по-благому. Весь шариат собран в этих трех словах. И здесь также указание на что? Указание на объемлющие слова посланника Али Салату Ассалам.